Ребят, важная информация. Запишите, не забудьте, примите к сведению. Поскольку вечно кто-то летает и пуляют не туда, куда надо, попасть могут в одну из атомных наших станций, возникнет угроза радиоактивного заражения. Первое, что происходит при радиоактивном заражении, выброс радиоактивного йода, который убивает щитовидную железу. Поэтому есть важнейшее правило защиты. Если есть угроза радиоактивного заражения, надо принять внутрь обычный йод. Сейчас я расскажу, какой. Тогда щитовидная железа будет занята этим йодом, и мы сможем ее уберечь от поражения. Это надо сделать тогда, когда угроза реальна, за 30 минут, например, или в первые минуты, часы после того, как объявлена тревога. Если мы сделаем это в первые 2 часа, защита превышает 90%. Если за 30 минут до взрыва, почти 100% защита. Теперь какой йод и кому, сколько надо принимать. В аптеках, в аптечках неотложной помощи, теоретически, присутствует препарат, который называется таблетки калия-ядида. В одной такой таблетке 250 миллиграмм. Это именно специальная профилактическая доза при радиации. Вообще, эта доза реально почти там в 3, около 3 тысячи раз превышает суточную потребность. Это огромная доза при угрозе радиоактивного поражения. Взрослый человек, точнее, любой человек старше 2 лет, должен немедленно принять 125 миллиграмм. Это пол таблетки. Дети до 2 лет должны принять 40 миллиграмм. Это 1,6 таблетки примерно. Теперь, если вам не удастся купить калия-ядида, я очень сомневаюсь, что вам его удастся купить, то вы должны знать, что в качестве альтернативы можно использовать обычный раствор 5% йода, который не дефицит, есть в любые аптеки и более того, есть в каждой автомобильной аптечке. То есть, его даже бежать покупать не надо. Он рядом с вами в любом автомобиле должен быть. Как его принимают? Если человек от 14 лет, старше 14 лет, он должен немедленно принять 40 капель 5% йода. Эти 40 капель желательно накапать в молоко теплое или в воду и выпить. Можно за один раз, это более даже правильно, пить его за один раз. Дальше. В возрасте от 5 до 14 лет доза 20 капель. Тоже накапали в молоко, выпили. Детям младше 5 лет внутрь этот йод 5% принимать нельзя. Но есть вариант, как их можно защитить. В этой ситуации 20 капель, вы берете 20 капель йода, разводите их водой и наносите на кожу йодную сеточку, на бедро, на предплечье. Все. И надо вот использовать детям от, еще раз говорю, от 2 до 5 лет 20 капель, а детям младше 2 лет 10 капель. Делается это только один раз. Это ни при каких обстоятельствах не надо повторять. Пожалуйста, запомните, я в подписи к видео эти дозы напишу. Подумайте, где вы вдруг возьмете йод. Делайте выводы. И пусть нам это все не пригодится. Берегите себя, родные мои.